Сегодняшняя тема Роман Достоевского «Бедные люди». Я начну эту лекцию со слов, сказанных одной моей студенткой. Студенткой, которую зовут Елена Атаманю. Она говорит о романе так. «Бедные люди оказались на самом деле очень духовно богаты и милосердны друг к другу. Какие нежные, воздушные, дышащие любовью письма пишет Макар к своей Вареньке. И конец романа кажется грустным, так как Варенька уезжает, наверное, чтобы выйти замуж за богатого господина. Я уже точно не помню. Но Макар Алексеевич хотел видеть ее в богатой карете. И это желание его исполняется. А у него самого наконец-то сформировался слух. Это удивительный и очень интересный роман Достоевского в письмах. Первая книга, которая у него вышла. Книга, которая его прославила, сделала знаменитым. И роман представляет собой серию писем Макарова, девушкина, такого уже человека, которому где-то лет 40. И он пишет своей любимой молодой 20-летней Вареньке, которая живет, потому что он ей помогает. В общем-то они довольно-таки действительно небогаты. Но эти бедные люди из романа оказываются богаты в другом смысле. Они способны к высоким чувствам, они способны к высоким отношениям. И к сложной и красивой жизни, которую не может изуродовать бедность, потому что человек, и это звучало революционно в годы Достоевского, не зависит от среды. А ведь в 19-м столетии повсеместно считали, что человек всецело формируется средой. Так думали люди, образованные, находящиеся под влиянием идеалов эпохи просвещения. Обратимся тут к другому роману Достоевского о преступлении и наказании. И приведу маленькую цитату по этому поводу. «Нет, брат, ты врешь. Среда многое в преступлении, значит, это я тебе подтвержу. И сам знаю, что много. Да ты вот что скажи. Сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку. Среда его, что ли, к этому понудила?» «А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда», — с удивительной важностью заметил Порфирий. «Преступление над девочкой очень и очень можно среду объяснить». Разумихин чуть в бешенство не пришел. «Ну да, хочешь, я тебе сейчас выведу», — заревел он, — «что у тебя белые ресницы единственно от того только, что в колокольне Ивана Великого тридцать пять сожжен высоты. И выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком. Берусь. Ну, хочешь, пари». Это момент как раз по поводу среды и с преступлением и наказанием. А «Бедные люди» — это первый роман Достоевского. И уже этим первым романом он бросает вызов миру, живущему вне божественного понимания окружающей реальности. Макар Девушкин — это герой книги, он сложный, многогранный. И в этом персонаже все, кто испытал душевную боль и печаль, найдут что-то себе родное. Причем люди разных культур находят в этом персонаже что-то себе родное, если они испытали боль. Так даже далекий от реалии Петербурга 19 века японский исследователь Кенноске Накамура, прочитав этот роман, пришел к интересному выводу. Я сейчас процитирую вам Накамуру. «Главный герой — странный человек с комплексом неполноценности. Воображение и чувствительность Макара Девушкина необычайно развиты, потому он способен общаться с другими людьми и излагает свои мысли в письмах. Присущие ему также чрезмерная деликатность и страх действительности делают его совершенно бессильным в реальной жизни, формируя странный и смешанный типаж». Это, повторюсь, слова о романе Достоевского, написанные современным японским литературоведом. И читая мысли Накамуры по поводу романа «Бедные люди», мы видим, что оттенки его восприятия чисто японские, но понимаем, что в своем видении он прав. Хотя, конечно, это далеко не все, что можно сказать о главном герое «Бедных людей» Макаре Девушкине и о его любви к Вареньке, персонажу романа. В доме, в котором живет Макар, живет и Варенька. И любовь Макара Девушкина к Вареньке – это чувство высокое, но одновременно и мучительное. Этот чиновник, он ограничивается такой вот заботой отца о девушке, которую он любит именно как свою возлюбленную. И об этом он пишет следующее. Цитирую строки из романа. «Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать, и вас стал любить. Я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Вы всю мою жизнь осветили темную, и я обрел душевный покой». Как трогательное и чисто. Многие исследователи говорят, что в этом романе есть оттенки сентиментализма, но это самый высокий сентиментализм, потому что здесь говорится об очищенных, светлых чувствах, о чувствах человека, который действительно может глубоко пережить то, что он испытывает, то, что ему дорого, и другого человека может пережить как свою святыню. Каждый вечер Макар пишет вареньки длинные письма. В этих письмах он старается что-то ей передать, какой-то подарочек, какую-то сладость, какой-то предмет одежды. В своих письмах он рассказывает о том, что он увидел, что он услышал, что он читал, он делится чувствами, он очень подробно описывает свою работу, описывает соседей по квартире, даже хочет назначить ей свидание, но не решается. И для Макара становится такой вот необходимостью записывать свои отношения. Варенька ему очень нужна еще и как слушатель, слушатель его очень разных и сложных чувств, потому что такому сложному человеку важно, чтобы его кто-то выслушал. И понятно, что он такого человека найти долго не мог. Ему уже за 40, и вот он находит эту вареньку. И при этом он не планирует жениться на ней, и даже ее не навещает. То есть он только пишет письма. Эта робость, она вообще свойственна романтическим натурам, которым нужен кто-то такой, кто о них позаботится, и скажет, что на любимой девушке нужно жениться, потому что иначе все выйдет как в поговорке, что если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. И с Макаром это действительно случается. В конце концов, Варенька выйдет замуж за богача, а Макара бросит. Ну вот смотрите, что он мне пишет, как это красиво и трогательно. Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, люди-то что скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут. Толки пойдут, сплетни пойдут. Делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у Всеношной увижу. Это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее. И действительно, Макар Девушкин видится со своей любимой только на Всеношной и на Литургии. Общаться вне писем он не решается. И эта его нерешительность, к сожалению, приведет к тому, что его девушка выйдет замуж за другого. Но при этом эпистолярные такие вот письменные отношения позволяют Девушкину в полной мере выражать свои чувства. Потому что для него, как говорят некоторые исследователи, фантазия важнее действительности. Но здесь, опять же, можно сказать, что это фантазия в романтическом смысле, потому что для него важнее идеальный мир, то есть мир высоты, а не мир обыденности. Макар изливает свои чувства, эмоции, признания, фантазии. И при этом очень-очень страдает и говорит об этом красиво. И видно, как в письмах совершенство его слога действительно увеличивается. Так задумал Достоевский. Вот еще приведут цитату из романа. «Но что мы будем делать без вас? Что я, старик, буду тогда делать? Вы нам не нужны, не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите. Как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы такое влияние имеете благотворное. Вот я о вас думаю теперь, и мне весело. Я вам иной раз письмо напишу, и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю». Это так он пишет Вареньке. Но Варенька уезжает со своим новым мужем в поместье, и Макар Девушкин чувствует себя брошенным, одиноким. В его жизни ничего не остается, как будто бы. И он пишет последнее письмо, там есть такие слова. «Кого же я маточкой называть буду? Именем-то любезным таким, кого называть буду?» Девушка, как и вообще в обычае у молодых девушек, принимает ухаживание Макара, но только до тех пор, пока ей не делает предложение богач. Тогда она тотчас дает согласие на скучный брак с богачом, а Макару поручает помогать готовить свою свадьбу, что он исполняет, но при этом, конечно же, страшно мучается. Но девушки, по выражению Рея Брэдбери, бессердечны, по крайней мере, когда они молоды. И чтобы им обрести сердце милующее, они должны пройти через боль. Достоевский как бы намекает этим романам, что болью для Вареньки будет ее вот этот самый скучный брак с богатым человеком, которого она выбирает вместо человека любящего. И кажется, что тут мы видим популярный среди социалистов 19 века мотив противопоставления хороших бедняков и плохих богачей. Но Достоевский и здесь куда глубже. Вспоминаю, дорогие, как в юности и в детстве я лепил из пластилина сказочную страну, которая называется Мифландия. И там среди прочих вещей были черные и белые страны. Жители тех и других стран страшились друг друга, друг другу не доверяли, друг друга боялись, клеветали друг на друга. Но и там, и там жили хорошие персонажи, всякие волшебные существа, просто они совершенно не могли представить, что в стране предполагаемых врагов можно найти друзей. Точно так же и в романе «Бедные люди». Там нет, добро и зло там не закреплены за классами богатых и бедных. Допустим, богач чиновник дает Макару 100 рублей, чтобы ему помочь, а это целое состояние. А другой персонаж, бедняк Горшков, неожиданно получает по решению суда большую сумму и сам становится богачом. И что помогает ему проявить свое, вот такое вот загнанное в угол человеческое достоинство, так именно та сумма, которую он получает по решению суда. Между тем, это достоинство и так было присуще Горшкову и в бедности. А богачи оказываются в этом романе хорошими и плохими не по причине того, что у них есть или нет денег, а исходя из внутренней устремленности к милосердию. Именно так определяются здесь персонажи. Эта же внутренняя устремленность к милосердию делает прекрасным и Романа Деву, Макара Девушкина, героя книги. Процитирую вам по этому поводу бедных людей. «Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик другой хлебнуть. Вдруг смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне подойти хотел. А мимоходом скажу, маточка, что их же те бытии не пример моего хуже. Куда? Жена? Дети? Так что если б я был Горшков, так уж не знаю, что бы я на его месте сделал. Ну так вот, вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а слово сказать не может. Я его посадил на стул, правда на изломанный, до другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же взял стакан. Хотел было без сахару. Пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару. Долго спорил, отказываясь, наконец, положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необычайно сладок. Эк, да уничижение, какого доводит людей нищета. Но как же, что, батюшка, сказал я ему. Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Роман Алексеевич, явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному. Дети и жена есть нечего, отцу-то мне-то говорит, каково. Я было хотел говорить, да он меня прервал. Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич. То есть не то, что боюсь, а так, знаете, совестно. Люди-то они все гордые да кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка, и благодетель мой, и утруждать бы не стал. Знаю, что у вас самих неприятности были. Знаю, что вы многого и не можете дать. Но хоть что-нибудь взаймы одолжите. И потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце. Знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствие испытываете, и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание. В романе «Бедные люди» есть интересный сюжетный ход, когда Макар Девушкин читает станционного смотрителя Пушкина и Шинель Гоголя, и сам переживает трагедию маленького человека, как и в этих двух повестях, но переживая ее на каком-то совершенно другом уровне. Потому что герои Пушкина и Гоголя при всей жалости, которую испытывает к ним читатель, это все-таки люди ограниченные. А герой Достоевского богат. Богат и глубиной, и разнообразим содержание своей души. Он интересуется литературой, он упражняет слог в письмах к любимой девушке, он тянется к высоким разговорам о поэзии, он ищет собеседника, чтобы с ним говорить на вот эти самые высокие темы. Он, можно так сказать, избегает банального общего пути, по которому идут все, кого он знает вокруг. Идут его соседи, и в общем-то идет и его возлюбленная девушка. Но есть люди, от которых невозможно ожидать никакого зла. И именно таков Макар Девушкин. Меня всегда притягивали к себе взрослые, которые читали книги. Помню, как Вероника Батхин говорила, даже что лучший способ вырастить ребенка мудрым, это позволить ему слушать умные разговоры взрослых. И помню, как-то в моей жизни был случай, когда одна подруга гостила у мамы и попросила попить воды. Я принес ей стакан. Она иронично спросила, это водка? Я ей ответил, помилуйте, разве я могу налить даме водку? Это чистый спирт. И, к моему удивлению и радости, она узнала цитату. Мне было тогда лет 9, ну, а ей, наверное, лет 30. Но что-то есть такое, что позволяет видеть человека и узнавать, что этот человек тебе будет нужен. Потому что, вспоминая вот эти вот разговоры взрослых 30-летней давности, когда я был совсем маленьким, я все время ждал, что они должны заговорить не об обычной жизни, не о скучном, не об обыденном. Что они будут говорить о книгах, искусстве, литературе. И такой разговор за столом могли вести только моя мама и мой дядя друг с другом. А я их слушал и восхищался, когда наконец-то очень редко об этом заходил разговор. И тогда я вспоминаю, что в детстве для меня каждое слово о книгах, о поэзии, об авторах было как глоток живой воды в пустыне. Потому что я знал, что именно в книгах, а не в бытовых разговорах подлинная правда. Что там жизнь, как она есть, если глядеть на нее с точки зрения вечности. И я тянулся к словам о поэзии, хотя вокруг обычно говорили о политике, ценах, последних сплетнях. Но я все это инстинктивно отвергал и ждал вот этих, ждал вот этих несравненных слов. Таков Макар Девушкин. Он ждет от людей несравненных слов. Он пытается самого себя глубже осознать через те произведения, которые он читает. Я думаю, именно поэтому Достоевский вкладывает в его руки Шинель Гоголя и станционного смотрителя Пушкина. Потому что, читая о маленьких людях, а эта тема была популярна в тогдашной литературе, Макар Девушкин узнает из себя. Смотрите, что он, допустим, говорит, когда читает повесть Пушкина, «Это читаешь, словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там не есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно, вот как. Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как примерно сказать этот Самсон Вырин, бедняга, да и сколько между нами-то ходит Самсоном Вырин их, таких же горемых, сердечных». Есть такой литературовед Владимир Захаров, и он замечает, что главный персонаж Макар Девушкин повлиял на все творчество писателя в дальнейшем и даже на слог Достоевского. Смотрите, что пишет Захаров. «Макар Девушкин был первым откровением великой идеи Достоевского, идеей восстановления человека, духовного воскрешения забитых и бедных людей, униженных и оскорбленных». Да, это так. И действительно можно сказать, что духовное восстановление человека именно оно, это важнейшее действие, которое совершается в этом романе. Точно так, как мы, допустим, понимаем, что Варенька не будет счастлива со своим богачом. Мы откуда-то все же знаем, что Макар Девушкин будет счастлив. А уже за внутренним преображением, за его деятельным милосердием произойдет откуда-то из глубин сказки Божьей преображение и внешних его обстоятельств. И бедность уйдет, потому что проблема денег у Бога решается очень просто. Будьте настоящими, а все другое приложится вам. И есть в романе об этом удивительная сцена, где повествуется о том, как разбогател бедный чиновник Горшков, разбогател честно по решению суда, получил большое состояние и как богатство в нем пробудило достоинство человека, которое было прежде скрыто от всех, кроме главного героя, ну и, конечно, автора. Это великолепный момент, прочувствуйте его сердцем, я вам его сейчас прочитаю. Наш бедный Горшков, заметить вам нужно, маточка, совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность, на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился. Да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше. Одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было. Бледный, как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается. Обнял жену, детей. Мы все гурьбой ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по несколько раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять. Брал в руки все, что ему не попадалось. Потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся. Садился, вставал, опять садился. Говорил, Бог знает, что такое. Говорит, честь моя, честь моя, доброе имя, дети мои. И, как говорит-то, даже заплакал. Мы тоже большей частью прослезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал, что, батюшка, честь, когда нечего есть. Деньги, деньги-то, батюшка, главное. Вот за что, Бога, благодарите. И тут же ему по плечу рукой потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся. То есть не то, чтобы прямо неудовольствие выказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева. Да руку-то его с плеча своего и снял. А прежде бы этого не была, маточка. Впрочем, разные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался. Ведь чего, родненькая моя, иногда и поклон лишний, и унижение изъявляешь. Ни от чего иного, как от припадка доброты душевной и от лишней мягкости сердца. Но, впрочем, не во мне тут дело. Да, говорит, и деньги хорошо. Слава Богу, слава Богу. И потом все время, как мы у него были, твердил. Слава Богу, слава Богу. Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама у них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты. Звали ли, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул. Скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет, и уйдет. У Мичмана даже карты в руки взял. Его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора. Сделал три-четыре хода и бросил играть. Нет, говорит, ведь я так, я так, говорит, это только так. И ушел от них. Меня встретил в коридоре. Взял меня за обе руки. Посмотрел мне в глаза. Только так чудно. Пожал мне руку и отошел, и все улыбаясь. Но как-то тяжело, странно улыбаясь. Жена его плакала от радости. Весело так все у них было. По-праздничному. И Горшков умирает, как человек, исполнивший на земле свое назначение до конца. И Макар еще только учится осознавать свое достоинство. Поэтому годы его жизни будут наполнены еще многими событиями. И несчастная любовь, думается, обернется только эпизодом на его дороге к счастью. Так всегда бывает у Бога, хотя только мудрые в годину испытаний могут с уверенностью сказать, что Он прав. Субтитры создавал DimaTorzok